Старту на 500 метров, заключительная дистанция Кубка Мира. Здесь в Хамморе возвращаемся мы в прямой эфир. На старте молодой канавец Кристофер Фиола, 28 место в Кубке Мира и итальянец Давид Босса. Ну, если сравнивать их вчерашнее, достижение Босса был третьим в группе Б, 35-30, 35-51, пятым в группе Б канавец. Ну, здесь тоже такая же ситуация, как у девушек. Многие из тех, кто бежали вчера в группе сильнейших, сегодня отказались от такого права. Прежде всего, это касается всех японских и большей части голландских спринтеров. То есть не бежит Дайдайн Тап, не бежит Рональд Мюльдер, не бежит Тацуэ Шинама, Юма Муракамец, а будет Субаса Хосигава, вот все они не бежит. От японцев только Рейхи и Хага. От голландцев Смикенс и Михель Мюльдер. Поэтому, в общем, большое представительство ребят из группы Б у нас здесь вчерашний. Ну, вот Игнат Головацук вчера был лишь седьмым в группе Б. Игнат, кстати, не блеснул вчера и в беге на тысячу метров в группе сильнейших в своей коронной дисциплине. Ну, посмотрим, как он сейчас будет чувствовать себя рядом с Джилмром Джунио. Джилмром все-таки отличается очень резким быстрым разгоном. Ну, и вчера он на четыре десятых был быстрее, нежели Головацук. 35-26 против 35-66. Здесь еще Игнату и фальстарт зафиксировали. Ну, явный. Пытался проверить он стартера. Но, на самом деле, говорят ребята о том, что много, много, очень держит много судья на старте. Ну, знаешь, судья обвиняют проще всего. Судья держат, потому что, может быть, не видят, что абсолютно зафиксировали позицию спортсменами. Здесь вот я не могу сказать, что такое долгое было. Ну, вот Джилмром Джунио буквально на первых шагах такой очень серьезный перевес вроде бы сформировал. Но уже к концу 100 метров было ощущение, что скорость белоруса как минимум не меньше. Здесь, правда, очень хорошо в спину канадец попал, поэтому и так и спешил на старте. Да, и здесь тоже будет впереди белоруса даже чуть больше. Кружочек одинаковый, время на круге одинаковое. Так, смотри, ну, вот за счет разгона, конечно, Гилмор Джунио демонстрировал 35-09. Что касается группы Б, то там сегодня Джоэл Дюфтер сумел выиграть. Причем опередил он не кого-нибудь, а свежеиспеченного чемпиона Голландии в спринтерском многоборье Хейна Отраспира. Руслан Захаров, если мне память не изменяет, вчера был девятым, сегодня четвертую позицию занял. Правда, учесть надо большой отток в группу А конкурентов. Да, и на десятую хуже. Вчера было 35-70, сегодня 35-80 у Руслана Захарова. Да, ну, надеялся выступить здесь Кузнецов, который так очень старался на чемпионате Европы Артема. Ну, вот, Руслан тоже надо было заработать очки, чтобы быть в 40-ка сильнейших, да, и добыть квоту. Вот, как раз Артем Кузнецов и Руслан Захаров четвертый и пятый в российской сборной. И заняли они места оба в 40-ка сильнейших, то есть на следующий год тоже сохранили квоту из пяти спортсменов. На самом деле, все дисциплины у российской сборной выполнены, максимальные квоты выбраны на следующий сезон. Ну, а тем временем Хенрих Фагерли-Рюкки, безусловно, сюрприз чемпионата Европы. Третьим он стал в спринтерском многоборе. Честно, скажу, меня это очень удивило. С китайцем Тао Янгом он соперничал. Ну, вот, 500 метров у Хенрика не слишком хорошо зашли. То есть даже сейчас он только лишь третий вслед за Джилмаром Джунио и Игнатом Головуцуком. Ну, вчера 35-80, сегодня уже 35-59, чуть лучше. Ну, в общем, не, конечно, не лидер, но тем не менее. Гюрн Агнусен. Тоже еще один такой крепкий норвежский парень. 35-69 вчера показал. 18-е место в группе сильнейших. Ну, и Артур Нагаль был четвертым в группе В, 35-33. В принципе, в группе В, в общем, тоже такая была очень серьезная, плотная конкуренция. Вчера очень близкие результаты. Здесь действительно долго держал Андре Де Фрис, голландский стартер. Вер немножко проиграл старт. 12 соток. Ой, еще сбой в малом повороте. Ну, Бьерн, в общем, как и Форд Лоренсон, умеет плохой круг делать. Ой, ой, ой. Ну, как тут, конечно, о хорошем результате мечтать не приходится, потому что и старт проиграл, и два сбоя поворота. Видно прям, как рубануло ему по ногам. 35-52. Ну, Артур Нагаль 35-38. Да, против 33-х вчерашних. Да, ну, практически так же. Да, те же. Не будем придираться. Те же, те же. Вот один сбой норвежца. Видите, там проскользнула немножко нога. И вот здесь слишком скользкие коньки у него оказались. Те Нью-Гао призер Олимпийских игр на этой дистанции. Ну, вот начало сезона очень невзрачно проводил. Те Нью-Гао и Ян Смейкинс. Да, и Ян Смейкинс. 18-е, 19-е место в Кубке Мира. Ну, призер тоже Олимпийских игр, только в Сочи. Ну, это два поколения у них, несмотря на то, что они на соседних, можно сказать так, Олимпиадах медали выигрывали. Но разница в возрасте это 10 лет между ними. На 10 лет Смейкинс старше китайца. Те Нью-Гао специфично для себя разгоняется 9-59. В общем-то, всегда очень быстрый разгон. Молодой китаец при таких вот достаточно скромных габаритах. Но и Ян Смейкинс, 9-69, не отдаст он эту дистанцию. Не отдаст за счет переходной. И посмотрите, как удержал малый. Все четко, жестко сработало. И посмотрите, какую скорость он выдал на малом. Это вот только за счет малого поворота. 34-90. Да, вот он. 34-90 серьезный результат. На 16 сотых быстрее, чем накануне было у Смейкинса. И вот здесь он доволен. Здесь больше удовлетворения. Очень хорошо сложился бег для него. Очень хорошо тактический и вообще технический, без сбоев. Четко ровно прошел и использовал спину на переходе. Вчера, да, он был 12-м с этим результатом. Но, с другой стороны, 34-9 вчера даже ему хватило бы лишь для седьмой позиции. Поэтому, в общем, конечно, может быть, локальные задачи решил Ян Смейкинс. Но это не кардинальное улучшение ситуации. Михель Мюльдер и Тай Юн Ким собрались было на дистанцию. Но стартер решил, что рановато. Смейкинс, ну это вот 2013-2014 год, наверное, золотая была его пора. Когда он один за другим просто, как орешки, щелкал полэтапа Кубка мира. Затем и вот олимпийскую медаль взял. И на чемпионатах мира был хорош. Ну, там и вообще, в принципе, тогда вся голландская спринтерская команда была на высшем уровне. Да, и братья Мюльдеры, вот они втроем весь пьедестал в Сочи заняли. Ну, после Сочи уже таких... Михель двукратным чемпионом мира стал в спринтерском многоборье. Ну вот, после... Именно 500 метров отпустили. В спринтерском многоборье Кайфербай еще так удерживает лидерство. И два чемпионата Европы он выиграл. А вот именно на счет на 500-ке другие уже герои сейчас. 9,72 для Мюльдера разбег. Ну, вот 69. 69 было вот у Смейкинса и 59 у... Вот Тим Югау. Ой, очень сильно выносят. Вот всегда его очень сильно выносят, не очень хорошо. А вот эти Мюльдеры вообще ни в одном малом повороте удержаться не могут. Да, 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 да. Так же, как... Ну, ладно. Не будем. 35,09 у Михеля. И он-то как раз очень недоволен своим бегом. Хотя вчерашний результат на 14 сотых улучшил. То есть оба. И Михель, и Ян Смейкинс примерно вот на 15 сотых относительно вчерашнего бега спрогрессировали. Но если Смейкинс был очень доволен, то вот Мюльдер колотит себя по ногам. Лоран Дюбри, пятый теперь в истории конькобежного спорта человек со своим личным рекордом. 35,11. 34,11, конечно, оговорился. 34,81 вчера пробежал, но этого хватило только лишь для места в шестерке. Ну, и Мин Кью Ча, его соперник девятым, он был накануне. Ну, 35,02 и... 34,81. Да, да, у Дюбри. Ну, Дюбри, ну, в принципе, практически все канадцы неблестящим образом выступают здесь. Что, в общем, может говорить о том, что общая акклиматизация канадцев при приезде на Европейский равнинный каток. Такой рваный был заход в поворот. Да, пару шагов лишних было, однозначно. Старается, но из 35 не выбегает. 35,01 у Лорана Дюбри. Вчера-то, в общем, даже лучше получилось. Сегодня, наверное, больше движения ушло в пар. Ну, и Мин Кью Ча вчера, в общем, 35,0 и сейчас, в общем-то, что такое 35,55? Это абсолютно несравниваемые результаты. Да, кореец, в общем, много проиграл самому себе. Ну, и самые, опять же, волнительные моменты для нас. Снова в одной паре бегут Виктор Муштаков и Руслан Мурашов. Помним вчера падение Виктора. Слава Богу, кроме ушиба, таких легких болей ничего не произошло. Он даже вчера на тысячу метров вышел. Но своим падением он подпортил вчера бег и Руслану Мурашову. Посмотрим, как сегодня сложится Руслану. Финишировать из малого. Видно было падение, ты заменил, да? Падение, движение углу Руслана вперед. Да, вперед, да, вперед, поэтому, в общем-то... Он все ждал, что поймает стартовый выстрел. А стартер ждал, когда все-таки Руслан забрет. Да. Но, опять же, вчера все крикобежные соцсети обсуждали вот этот жест в стиле сборной Франции. Когда Руслан Мурашов чмокнул лысую моргушку Павла Кулижникова. И все сразу вспомнили, да, там... Фабьена Бортеза. Ну, хорошо бы они сегодня друг другу руки на пьедестале почетно, пожалуй. Мужтаков выигрывает старт. Чуть-чуть не попал Руслан в первый шаг. Но, тем не менее. Тем не менее, 9,74 разгон. Но, вот теперь, главное для Руслана психологически справиться с малым поворотом. Мужтаков старается, чуть-чуть подбирал шаг. Накатил, накатил, хочу сказать. Руслан подобрал он переходную, он подобрал. Но, вот здесь главное жестко удержать. Ну, более-менее. Для Руслана это хорошо. Вот то, что он заваливается вот как бы в левую сторону, да, плечом левая, пускай вниз. Вот это не дает ему проявить. Вот, отлично, да. Да, 34,82. Ну, мы вчера как раз обсуждали с Димой Латковым, что вот Руслан мог бежать там что-то типа 34,8. Но, как раз упавший ему под ноги Виттер, Мужтаков, как раз эти две десятые и отнял. Ну, в общем, сегодня Руслан доказал, что да, действительно, 34,8 здесь вот в этих условиях для него вполне себе реальны. Ну, и теперь посмотрим, кто эти 34,8 сможет превзойти. Потому что сегодня конкуренция немножечко пониже. Из-за отсутствия тех же японцев и части голландцев. Ховард Лоренсен вчера абсолютно провалил бег лишь 13-е время. И вы видели результат 35,09. Ну, а Рейхи Хага и вовсе какой-то странный бег. Вполне возможно, что тоже у него там что-то с коньком произошло. Потому что просто по ходу забега стало понятно, что ну вот он совсем не бежит. Просто не бежит, да. Да, и проиграл он всем очень и очень много. Он 19-й только потому, что упал Виктор Мужтаков. И у него, соответственно, 20-е место в протоколе. Именно поэтому я думаю, что японец-то сегодня и бежит, чтобы какой-то показать результат. Может быть, еще какие-то внутри японские выборы там идут, кто на чемпионат мира, кому место достанется. Потому что конкуренция у японцев в спринте-то очень высока. И по сути, ну, 4 человека, да. Шинама, Хага, Мураками и Хосигава. Вот они в шестерке сильнейших сейчас в Кубке мира. И выбрать из них вот тех, кто побежит на чемпионате мира, как раз, видимо, и надо японскому тренеру. Поэтому Шинама, Мураками и Хосигава не бегут. А вот Хага все-таки остался на дорожке. Ну, еще, я думаю, что он ближе всего, ближе всех, кто находится в итоговой таблице Кубка мира. Все-таки четвертое место. Нет, ну, Шинама второй. Да, ну, тем не менее, да. Шинама более-менее стабильный. Сбой на входе в поворот был. Ну, что ж, в спину Лоренсона очень хорошо поработал японец. Да, очень хорошо. Фактически достал. Да, ну, и справился с малым поворотом. Даже вообще не выехал на соседнюю дорожку. Выигрывает у Лоренсона. Да, Лоренсона, посмотрите, как набирает, как накатывает. Нет, ну, не успел. Не успел, да. Но, тем не менее, сегодня... Нет, успел. Все-таки две сотых. Две сотых, да. А я думаю, что еще надо посмотреть. Вот по картинке было ощущение, что все-таки Хага первый финиширует. Ну, в общем, неважно тут, на самом деле, кто из них выиграл. Это девятое-десятое время. Значит, Руслан Мурашов будет на пьедестале. Это сто процентов. Я вот очень, я сказал, что мне хочется, чтобы он Павлу Кулижникову не макушку целовал, а руку, пожалуй, на пьедестале подсчета. Вот я надеюсь, что так и будет. Дальше, Игорь, вот этот финиш, который сейчас продемонстрировал Лоренсон. Однажды, однажды... С ума с вами ноги. Да, извините, да. Продолжим трансляцию, потом расскажу. Да, давай, когда уже будут там Кулижников пробежить с Жонху Кимом, тогда можем уже и на свободные темы поговорить. Вот пока Павел Кулижников, вчерашний победитель, 34-65. Ну, совсем немного. Он вчера выиграл всего лишь шесть сотых у Джонху Кима. И вот интересно в очном соперничестве. Вчера они в разных парах бежали. Ну, кореец немножко выиграл первые метры. 9-63, я думаю, что для Паши тоже это очень хороший рабочий разгон. Вчера был 9-71. Да. То есть значительно. Восемь сотых это значительно для спринтеров. На 100 метрах восемь сотых, да. Ой-ой-ой-ой, удержался. Нельзя, 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 да. Ну, мы знаем, что даже финиш не отдаст Кулижников этот бег. И Кулижников первый. Ну, а его кореец третий. Мурошо второй. Да. Какой же запас у Кулижникова, что вот он с такими сбоями, едва не потеряв равновесие в повороте, все равно прибегает. Ну, да, на это сегодня четыре сотых выиграл у Мурошоу. Ну, мне кажется, что вот гораздо, да, вот видите этот сбой. Ну, на самом деле здесь-то скорость немного потерял. Ну, да, он здесь, он с запасом, мне кажется, Паша здесь вот на финише уже все понял. Он уже, он уже увидел, что он выигрывает. Я думаю, что уже успокоился, видите, уже такой размеренный выброс ноги. Все уже понял, в принципе. Мне кажется, что вот это серебро очень важно для Руслана Мурошова. Особенно в канун чемпионата мира, в преддверии за несколько дней до чемпионата, что вот он наконец-то удержал более-менее малый поворот. Я рассказывал эту историю, ну, может быть, кто-то не слышал. Я разговаривал с Дмитрием Дорофеевым в Коломне во время отборочных соревнований. И как раз задавал вопрос, как Руслан справится, когда Руслан справится с малым поворотом. И Дорофеев сказал однозначно, все в его голове. На тренировках делает все хорошо. С точки зрения здоровья Пах тоже, в общем, сейчас не беспокоит. Ну, вот, наконец, справился Руслан. И здорово, и браво, молодец. Ну, Вите хочется немножечко свободы пожелать. Он, наверное, сегодня тоже вот после вчерашнего падения какой-то зажатость ощущал. Потому что тоже, ну, не похож бег был на него. И поэтому он только десятый. А вообще вполне может быть такое, что вся тройка призеров российская. Ну, я хотел бы напомнить, что он очень впечатляюще начал для себя сезон, составляя большую конкуренцию Павла Кулижникова на первых соревнованиях в Коломне, на чемпионате России, на отборочных соревнованиях на Кубке мира. Ровно, буквально там, в каких-то сотых. Ну, две сотых он тогда проиграл. И забег был ровный. Да, да. Ну, нет, Виктор молодец. И он, честно признается, что просто волнение порой мешает ему бежать на этапы Кубка мира, на каких-то серьезных стартах. Сейчас вот и чемпионат мира первый ему, наверное, предстоит. Ну, последующий год, значит. Ну, а пока все равно место в десятке для дебютанта. Первые медали для Муштакова это здорово. Ну, и Марашов, обладатель второго результата в истории конькобежного спорта на этой дистанции. Вот он вернулся на пьедестал. Он сегодня второй. И я думаю, что это главный приятный итог для российской сборной в заключительный день Кубка мира.